Боже, и как это, как это, это найденыш, это маленький найденыш, такой, как маленькая мышка была, как крыска была, да, была как крыска, а стала такая кошка любимая, такая домашняя, такая наша любимая. Мы привезли эту кошку с Одессы, Ника ее подобрала в какое-то заведение у моря, ну, где будет этот день рождения, и говорит, мама, ну, давай мы заберем, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в общем, дети уговорили, и мы привезли ее сейчас в Киев, и вот она уже выросла и с нами. Всем привет, я продолжаю серию своих влогов, и в этом влоге будут сборы на лыжи. Мы собираемся ехать в Закопаны, я там ни разу не была, не дери, пожалуйста, ковер. Кто был, расскажите, как вам, что там. Знаю, что там есть озеро. На Новый год туда поехала Настя, это фотограф наш, семейный домашний, моя подруга. Что ты делаешь? Ай-яй-яй, нельзя драть, нельзя, нельзя. А вот дерет мелкая жопа, дерет мебель. Слава богу, что тут мебель такая, которую не жалко, вроде бы как. Ну, то есть каждую мебель жалко, но я имею в виду, что это не какой-то диван за 50 тысяч. Настя поехала с семьей в Краков, и заехали они в Закопаны к этому озеру. Я в Инстаграм увидела, еще не созванивалась, увидела, как там красиво, и я тоже хочу. То есть мы будем в Закопанах, мы будем кататься на лыжах, но в планах озера не было. Вот опять дерет. К чему я? Напишите в комментариях, если вы были в Закопанах, вам что-то понравилось. Может, какое-то заведение, может быть, что-то куда... Часы, ах ты жопа! Все переворачивает, типичная кошка. Так вот, это кафешки, может быть, какие-то интересные заведения, может быть, что-то такое, куда стоит пойти. Мы ненадолго, вот, мы меньше, чем на семь дней. Шесть. Мяу, просят, просят внимания, да? Тут как? Ну, я тут видео снимаю, а ты вот эта вот попрошойка такая. Ах, маму нельзя царапать. Ах ты жопа! Все, я с тобой не дружу. Клепа, накажу! Хулиганка, пошли на улицу гулять. Пойдем. Ты дома целый день сидела. Пошли гулять на улицу. Наверное, плохо видно, хотя вроде свет горит. Я, правда, целый день уже с этим макияжем, но очень хочу вам показать. Глиттерные тени от Avon. Это линейка Mark. Они в таком стике. Вы просто проводите, и у вас шикарные тени с блесками. Сегодня у подруги был день рождения, и я, как бы, вот, в принципе, поехала, поздравила. Не особо там наряжалась, но комплиментов много получила как раз из-за тени. Тени реально прикольные. Так что имейте в виду, вдруг, если что. Тут еще такие жидкие есть. Я просто начинаю собирать сейчас свою косметичку и думаю, что с собой брать. Мы будем жить в домике. То есть, сняли домик. Он, по-моему, сейчас надо глянуть. Он, по-моему, даже с баней. То есть, это не отель. Это плюс. Там есть кухня, там есть камин. И это очень круто. Зимними вечерами сидеть у камина. Это классно. Вот, поэтому хочется взять что-то свободное, домашнее, чтобы было уютно и, как бы, комфортно. Я написала в инстаграм пост, что мы едем и помогите собрать чаймоданы, потому что я не знаю, что брать на зимний отдых в горы. Я не лыжник, я не сноубордист, я ни разу на лыжах не стояла. Поэтому для меня все это ново. Девочки, спасибо вам огромное, если вы меня смотрите. Просто спасибо. Благодаря вам я купила перчатки. Перчатки будут, которые не промокашки, но там температура будет 0 или даже плюс 2 или минус 2. То есть, не сильно холодно. Поэтому я взяла некоторые перчатки, в которых будет комфортно, но при этом не надо их снимать, чтобы телефон разблокировать и, там, например, отвечать на звонки или снимать сторисы. То есть, это сенсорные перчатки. Сейчас я и проверю, в принципе. Заказывала я через интернет, через инстаграм. Вот. Вот такие вот они. Одни черные. Черные я взяла ники. Не знаю, вроде будет норм. Сейчас мы проверим. Ну, вообще, да, работает. Но я вам скажу, что я нажимала несколько раз для того, чтобы включить. Выключить камеру на третий раз у меня выключилась. А, наверное, на 25-й она включилась. Ну, не знаю, посмотрим. Такое. В любом случае пригодится, потому что иногда руль холодный, у меня руль без подогрева. И также тут в коробочке еще одни перчатки. Называется перчатка. Так и называется перчатка. И там только перчатки. Они разных цветов. Я заказала белые. Я еще не открывала, не видела. При вас открываю. Выглядит вот так. Красиво, как на подарок можно. И они тоже, видите, сенсорные. Но тут они, ну, как вязаные. Ну, здорово. Почему я взяла белые и черные? Черные ники. Потому что костюмов у нас не было. И костюмы покупал мой молодой человек без нас. Вот. По размерам. Ну, я бы рассказала, что у меня S, у ники M. Вот, демки по росту. И у меня, так как белый костюм, то белые перчатки. У ники черный с красным костюм. Ну, по заказу. Я хотела белый. То есть, как бы, сам молодой человек захотел, чтобы я была в белом. Вот. А Ника попросила, чтобы это было вообще черный. И, может быть, красный или серый. Вот, как бы, нашел красный с черным. И вот, я думаю, что ей подойдет. Может, со стороны показаться смешным все эти сборы. Да, и это трепет. Но от того, что я не была на лыжах ни разу. И сегодня встречалась с подругами. И мне говорят, готов попу, потому что будешь падать. Будет синяя, бери травмель. И я не хочу падать. И даже если падать, я не хочу синяков. Напишите, правда ли это. Потому что я не хочу. Я боюсь травмоопасный такой отдых. Я люблю более спокойный отдых. Мне бы на горе сидеть, да, горячее вино пить. Вот это так. Но заверяют все, что если ты встанешь на лыжи, то ты их полюбишь и захочешь все время кататься. Типа, что это станет традицией раз в год, два раза в год ездить на лыж. Не знаю. Не знаю. Проверю. Проверю, но готовлюсь. Сейчас проверю, как работает. Так. Ну такое. Я бы не сказала, что особо работает. Может быть, я не так одела? Да, не так одела. Нет, все правильно. Не понимаю. Правильно. Вот видите, куда еще сенсорная? Нифига не сенсорная. Хоть бы ее отрезаю вот так вот. Только два пальчика. Так, коп, коп. Отрезайте все. Ну вот. Сенсорные, нифига не сенсорные. Так что стоили они по 1,350 гривен, по-моему, вот эти вот. А эти тоже около 300,000 гривен. Ну такое. Это еще не все. Я еще купила балаклаву. Это вы посоветовали. И сейчас открою, покажу. Ники опять черную, но она захотела что-то такое нестандартное. Я посмотрела на нее и тоже решила нестандартное. Но она захотела такое страшненькое. Я захотела миленькое. Сейчас вам покажу. Так как у меня белый костюм, то я решила, надо брать что-то светлое. Поэтому я взяла кошку. А Ника взяла. Такой ужас взяла. Я вам сейчас покажу. Так. У меня кошка. Также заказала через интернет. Они стоят вообще недорого. В принципе, цены разные. Есть дорогие, есть не очень. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. То есть, одеваете шлем. Здесь маска. И у вас будет ощущение, как будто бы здесь кошка. Смотрится очень смешно, но в то же время мило. Не знаю. Посмотрим. Прикол. Просто седло с кошкой ассоциирую. Потом, когда увидела, то мне стало смешно. Ткань прикольная. И она, сейчас видите, такая, как сетка под низом. Благоталкивающая, наверное, да? А у Ники вообще страх и ужас. Да, она. Какой кошмар. Боже, боже. Я согласилась на это. Ну, представляете, в каком виде будет ездить мой ребенок. Блин, она маленькая какая-то. Не знаю. Прям неудобная. Вот это вот удобная, потому что она такая широкая. А это нет. Ооо. Какой кошмар. Боже, эти подростки с ума сходят. Бабушка бы увидела, с ума бы сошла. Уже бы сказала, боже, зачем? Да ты, ну. Что ты робишь? Да. Это из того, что я вот подготовила. То, что мне удалось подготовить. Все остальное покупает молодой человек. И, в принципе, я не успела бы даже ничего купить. Единственное, что. Я купила носки и вот эти вот шапки. Хотя он их тоже, ну, Демиду купил. И говорит, что вот такие вот вещи нужны, когда минус большой. Так, говорит, будет жарко, когда рот будет закрыт. Поэтому, ну, взяла уже на всякий случай. Ладно. Так, и беру с собой спортивные костюмы от кабанчиков. Сейчас я вам их покажу. А он мне даже чемодан подарил. Вот. Я взяла белый спортивный костюм от кабанчиков. Я взяла гольф. Так, это ремень и джинсы. Также спортивный костюм, чтобы ходить в доме. Ремень и джинсы и гольф. Это, если мы пойдем куда-то в заведение, чтобы не идти в влажном костюме. Также взяла рубашку теплую. Носки. Еще взяла там одежду для дома. Именно в доме ходить. И что еще? Да и, в принципе, и все, по-моему. Да. Потому что, ну, как бы много набирать нет смысла. Я не вижу. И лосины. Ну, как термобелье получается. Майка. Эти лосины. Ну, и, в принципе, все. Из обуви у меня ботинки. У детей тоже ботинки. Демки тоже ботинки купил. Говорит, для лыж они подойдут. Я лечу вот в этих ботинках белые на меху. Мне они нравятся. Каждый год покупаю. Я в этом году нашла в магазине и купила. Доминики купила черные под ее костюм. Как я уже говорила, что у меня костюм белый. У Доминики черный. С красным. Поэтому ей взяла такие вот ботинки черные. С мехом. Такие прикольные. Ей они очень понравились. И я рада. А Деманы ботинки. Он сейчас в них. Это, кстати, Демкина куртка лыжная. Вот. Еще он ее не одевал. И она чуть-чуть на него велика. Тут размер 128. Как бы она вырос. Но я сама сказала купить 128. Вот. И он чуть-чуть великоват. Но ничего страшного. Зато он следующий год тоже подойдет. Она в темноте прям сверкает. То есть он такого серебристого цвета. Сейчас покажу. Вот. Она просто отражает такое, блин, свечение. Супер. Класс. И это я сейчас... Камера у меня без вспышки. То есть она реально вот так вот светится. Девочки, помните, я в предыдущих влогах показывала покупки с H&M. Вот. Я купила. Я уже попробовала в ней поспать. Перед Новым годом как раз. Надо было выспаться. И мы все легли спать. Чтобы в новогоднюю ночь не зевать. И она реально очень мягенькая. Очень удобная. Поэтому если вдруг... Сейчас там скидки. Обратите внимание, если вам нужна пижама. И у меня подруга говорит, я тоже хочу. Была в магазине, но уже не было. Это я вам тоже показывала. Два таких, как компидрессы. В них можно спать. Они очень удобные, очень мягкие. Вот. Девчонки очень прикольные. Я когда подруге рассказала, она говорит, блин, я тоже хочу. Поехала. Но уже не было. Поэтому в SkyMolly не было. Но в других, может быть, еще есть. Очень прикольные. И купила халат. Тоже вам показывала в сторисах, кто подписан на меня в инстаграм. Ну и белье покупала. И халат заодно купила. Очень такой классный. Он, конечно, светится. Но под вот эти вот комбинации будет очень прикольно. Лечу я в красном костюме от Кабанчика. А с собой беру белый. Этот с капюшоном. Очень удобный. Очень мягкий. Яркий. Катя цветов-то много разных было. Я выбирала. Не могла определиться. Но выбрала красный. Мне кажется, он теплее, чем красный. Такой прям вау. Пижама. Я уже с собой складывала. Белье складываю вот в такие мешочки. Вот. И по поводу аптечки. Девочки спрашивали, что будешь брать с собой. Ну и плюс то, что вы мне рекомендовали, опять же, в инстаграм. Я, конечно, набрала тут всего. Кюмер. Я промываю малому нос. Никит тоже, но у Никит взрослый. Я взрослый не беру. Беру только дёмки. Вот. Если что, Никит дёмкиным промоет. Беру Эриус. У Демида бывает аллергическая реакция на некоторые продукты. И это антигистаминное. Его витамины. Это Омега. Вот. Нутрилайта. Омега-3. Очень классные. И они фруктовые. Такие желейные конфетки. Натуральные. Очень крутой состав. Если вдруг, обратите внимание. Также беру и губрофен. Только египетский. Если вдруг будет температура. Немесил. Септифрил. Также, опять же, если будет аллергическая реакция у Демида, то вот эта вот масса, она... Её больше, чем 3 дня нельзя мазать. Это если вдруг, там, зудом. Фольтерен. Если вдруг надо будет... Ну, вообще, где-то кто-то что-то потянет. Вот. Если будет болеть в мышцах, то можно будет помазать. Локтиали. В общем, это разгель. В общем, всё-всё-всё. Если вдруг, там, какое-то отравление или, не дай бог, ещё что-то такое. Так. Траумель. Для носа египетская тоже тема. Это... Вот это вот классное средство, типа, анестетика. Но когда у меня с пальцем была проблема, вот хирурги рекомендовали именно это средство. Супер. Просто очень круто. Оно, конечно, стоит, ну, раз в 10 дороже. Но оно того стоит. Прямо правда. Беру корвалол. Это я для себя, потому что у меня бывает иногда, знаете, сердце прям колошматит. Геприновая мазь. Тут чуть-чуть осталось. Что ещё? Ну, и, в принципе, ничего такого. То есть, от аллергии, потому что у малого может быть некен и лекарства. Дюнкин и лекарства. Ну, как лекарства? Добавки, да? Омега. Никин. Витамин D с кальцием. Врач прописал. И, в принципе, всё. От отравления, от аллергии, от насморка. От замерзания, то есть от цистита. Вот тоже такая штука. Я просто нашла и взяла на секс-плюшку. Ну, и всё. Не неси её, я заговорила, обязательно, потому что гранитина. Несила нету. Я когда была в Чехии, не смогла найти. И всё, стал, если вдруг кто-то переезд. Я не сильно заворачиваюсь с лекарствами, как мне кажется. Там есть аптеки, всегда можно найти. Я взяла то, что если вдруг мне понадобится, оно у меня будет под рукой. Может много, может мало, не знаю. Кто что берёт, тоже не знаю. Я беру вот как бы так. Может быть, вы мне в комментарии напишите, что ещё в горы желательно брать. Понятно, что это видео выйдет, когда мы уже будем или в самолёте, или уже там. Но на будущее кто-то почитает комментарии, кто будет смотреть это видео. И пригодится ваш комментарий кому-то другому. Ну и мне на будущее. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Также беру с собой купальник. Детям тоже беру дёмки-плавкиники купальника. И сейчас собираю с собой... Это, наверное, самое моё нелюбимое, на самом деле. Я люблю пользоваться всякими примочками. И дома много таких всяких штук. С собой тягать не очень хочется. Чтобы за собой не возить полные версии, то я беру такие, знаете, как дорожные. По 50 миллилитров. Чтобы можно было и вручную гладь с собой пронести. И просто, например, если в багаж. Чтобы немного, если вы едете надолго. Поэтому я сейчас большой этой версии отолью сюда в маленькую. И беру разные средства. Вот это вот парфюмированный набор. То есть бренд очень нравится. Это мне молодой человек постоянно покупает. Ему как бы нравится аромат. Они есть разные. Девочки, кстати, в Инстаграм мне тоже сказали, что это очень пахучие такие парфюмерные линейки. Очень прикольные. Мне очень нравится. Так что если вдруг будете видеть, то обратите внимание. Вдруг вам понравится. Возьмите себе тоже. И вот видите, чем занимаюсь. Переливаю. Я почти все собрала. Взяла книгу «Магия утра». Я всегда за собой вожу какие-то книги. В надежде, что почитаю. Но не выходит. Косметичка. Расческа с заколками. Так как у меня сейчас кора особая. Причесок не наделаешь. Это я взяла просто. Потому что мне кажется, что после лыж очень захочется всем релакса. И вот эта штука. Я думаю, вы знаете, что это. Делает релакс просто на ура. Также взяла камеру Sony. Тут прибамбаться к ней, чтобы можно было крепить на шлем. Зарядки всякие. Мой тонометр. Взяла еще дополнительно патчи и маски для лица. Это, как вам сказать, не только для себя, для всех. Это очень прикольно. Так, тапочки. О, вспомнила. Тапочки не взяла. Сейчас возьму. Это большой чемодан для лыжных костюмов. Тут и доминикины вещи. Но она как подросток взяла спортивный костюм. В чем ходить там. Спортивный костюм, в чем полетит. Есть. Ну и как обычно, да, все то же самое, что и я, только чуть меньше. То есть я взяла на себя всякие шампуньки, бальзамчики. Ей надо было взять носки и трусы, в чем ходить. И пижаму, в чем спать. И все. И Демкин чемодан. Он полупустой. И я его даже еще и загрузила лекарствами. Пусть переложила лекарства. У нас мулитин визеро. У нас ручная гладь плюс 10 килограмм. Чемодан 10 килограмм. И что взяла Демиду? Лекарства я вам уже показала. Игрушка. Он спит с игрушкой. Книга. На ночь обязательно надо читать. Пижама. Также футболки. Футболки такие с длинным рукавом. Штаны. То есть в чем ходить дома. И здесь еще один костюм. Он такой как спортивный. Человека-паука. Он тоже теплый на флисе. В чем ходить дома. Тапочки. Потому что у нас дом будет. Получается сняли дом. Он с сауной. С баней. То есть можно будет еще попариться. Плюс мы пойдем там термальные бассейны. Типа как если в Буковеле были. То как водоклап. Вот наподобие. Здесь у него колготки трусы. Ну и в принципе все. Для малого. Для малого все. Не знаю. Вроде ничего не забыла. Ощущение что что-то забыла. Не могу понять что именно. И летит он в спортивном костюме. И вместо колготок у него такие подштаники. И спортивный такой костюм. С капюшоном. Человек. Бэтмен. Человек Бэтмен. Потому что Димит это просто маленький супергерой. И вот мой молодой человек его снабжает разными спортивными костюмами супергероев. Это очень теплый спортивный костюм. Поэтому я думаю что если там мы будем ходить куда-то кушать или гулять по закопанам. То чтобы не ходить в лыжном костюме. То будет ходить в этом. Ну и лететь в нем. Он мягкий и удобный. Ну и в принципе вроде бы как бы все. Так же у нас есть рюкзаки. Я беру ему. Он вернется от папы и выберет какие машинки он берет. Это у него свое там. Так же у него пенал с карандашами. И я попросила чтобы Ника сейчас будет возвращаться. Чтобы купила раскраски разные. И вот тоже в рюкзак это все поскладываем. Так же я беру с собой ноутбук. И специальный шнур который подсоединяется к телевизору. Если телевизор там поддерживает. Там несколько телевизоров. По дому. Если какой-то из них поддерживает вот эту связь. То будет классно с ноутбуком. Получается вы включаете на ноутбуке. Например какой-то фильм. И он транслирует уже на телевизор. Чтобы не смотреть на ноутбуке. Очень прикольно и удобно. Ну так в принципе все. Смотри давай кошку пакую. Нравится подарок. Слово надо. Имя надо будет запикать. Так сборы продолжаются. Сейчас идет упаковка подарков. К Рождеству. Так я пошутила. Кошку заворачиваем. Ладно. Только что Дема и Ника брали целую библиотеку с собой. Я говорю куда вы все это берете. Все 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 не мне бумагу мне. Дема тоже. Все Дема. Все Дема пожалуйста. Нам через несколько часов вылетать. А мы вот это вот. Деми пожалуйста. В общем ладно. Сборы собираются. Сборы собираются. Аккуратно выпадет. Сборы продолжаются. Это мои. Что это твои? Мои. Денис. О боже. Это мои. О боже. Это не боже. И вот так постоянно. Чтобы вы понимали. Это пастельные карандаши. Ими так просто не рисуют. Я хочу. Капец. Я хочу. Все ладно. Я собираюсь. Чуть дальше включусь. Покажу наши чемоданы. Я вам уже показывала. А я вам обещала показать Демкины ботинки. Сейчас покажу. Мам. Я хочу. Вот эти. Это не флажные. Это Доминикина. Их не надо брать. У тебя есть свои. У каждого есть свои карандаши. Вот Демкин рюкзак. В рюкзак самолет. И там я ему положила. Мама. Да, любимая. С чем я буду ушелать? Смотри. Вот чем. Смотри. Вот. У тебя здесь в пенале лежат карандаши. Он взял машинки. Также мы взяли всякие красочки и сказки. Вот. Потому что надо спать со сказками. Мама. 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 Сейчас. Подожди секунду. Вот ботинки. О которых я вам говорила. Вот. Чтобы Демкин было удобно, тепло и комфортно. И сейчас покажу, что я сегодня еще докупила. Так. Еще купила одну вылоку-размалевку. И купила ему такие тапочки. У него были такие, когда мы летали в Египет, я не покупала. Но сейчас он с них уже вырос. И мы будем в бассейне. В термальном вот эти вот бассейне. И чтобы он там был не в сланцах, а вот в таких тапочках ходил. Чтобы не разувался. Взяла ему еще плавочки. Потому что он со своих вырос. Вот. И еще купила дополнительно колготки. Именно колготки. Потому что в основном я одеваю на него такие, как, ну, типа кальсончиков. Но колготки взяла еще на всякий случай. То есть докупила. Вот такое вот количество машинок, которые он собрался взять. Сейчас были слезы, уговоры, чтобы взять только несколько, а не все. Потому что это же помешанные на хотвилсах. Главная помощница. Остается на хозяйстве с моим братом. Так что будет. И она, кстати, когда дети к папе уезжают на выходные, она очень скучает. Когда они возвращаются, она сходит с ума. Кусается, бегает, прыгает, нападает. Да, она очень скучает. Так, упаковка подарков, я смотрю, уйдет полным ходом. Да? Да. Да. Я беседую с главным директором. Упаковочной фабрике. А-а-а! Директор не нравится, я упаковываю. Не ори. Напугала меня. В честь по моей бумаге. Ника, не ори, истеричка. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Ну зачем же ты это делаешь? Бумажка, что? Какой же ты вреден, а? Ну уйди с бумаги. Хуже кошки. Вон кошка на тебя нападает. Директор солнышка. В общем, директор солнышка, да, у нас тут. Димника говорит, что она об один упаковке. Показывай. Так, вот это такое. Вот это. Вот это раз. Так, вот один подарок Ника упаковала. Сейчас вторую. Еще. 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 Это подарок на Рождество. Вот. Молодец. Мне кажется, что те, которые упаковывают, иногда не так упаковывают. Классно, как это сделала Доминик. Золотые руки. Молодец. Да, я такая, я знаю, да. Демка положила спать. Мы ночью улетаем. Ну как, мы утром улетаем, но ночью надо будет встать, доехать. Так что, сейчас буду закрывать чемодан. Я-то уже так хочу спать, а мне еще будет посуду, мне еще сходить в дом. И еще нам принять всем душ. Маммм. В общем, вот так вот. Кстати, я купила себе рюкзак. Почему? Потому что мой рюкзак, во-первых, он уже старенький. Он уже где со мной только не был. На Шри-Ланке был. Но можно было и дальше с ним ездить. Но туда не влазил лэптоп. Поэтому пришлось поехать и купить другой рюкзак. Ух, блин, тяжелый. Этого лэптопа. И, вы знаете, очень даже неплохой. То есть, ни кожаный, ничего. Доска непонятная. Но для путешествия не самый раз. Дофига карманов сгодится. Ника примеряет. Это, конечно, жесть. Просто жесть. Я бы испугалась, если бы вот такая вот барышня проезжала мимо. Честно. Как раз в моем стиле. Это капец. КОНЕЦ